Дорогие мои, всем огромный-огромный привет, и наконец-таки я просто собралась силами для того, чтобы начинать записывать вам разговорные ролики на свой YouTube-канал, потому что я знаю, что вы обожаете меня слушать, и я сама обожаю такой формат смотреть, когда я чем-то занимаюсь, и ставить на фон как подкаст. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить своей недавней покупке. Я недавно приобрела машину, в 19 лет я купила BMW за 5 миллионов рублей, и эта покупка для меня стала особенной, и пока я зарабатывала на эту машину, я, если честно, набралась огромного количества инсайтов, каких-то выводов, которыми я хочу поделиться сейчас, и я хочу в целом рассказать, как я заработала на эту машину, благодаря чему, благодаря каким инструментам, и также благодаря каким, знаете, майнсет, вот таким вот вещам, то есть благодаря какому мышлению. Я хочу, чтобы вы, просмотрев это видео, поняли, что вам конкретно нужно делать дальше, чтобы повторить какой-то такой результат своей жизни и закрыть какую-то, на самом деле, большую цель. Потому что, когда я начала зарабатывать на машину, я поняла, что я, на самом деле, не знаю, как я осуществлю эту цель, то есть у меня не было никакой декомпозиции. И для начала я хочу в целом вам рассказать предысторию. Это то, что я два года продюсер-блогеров, я занимаюсь продюсированием, также у меня есть свои курсы, у меня есть и свой курс, и личная работа со мной, личное наставничество. И я правда не знала, благодаря чему из этого всего мне зарабатывать на машину, и получится ли у меня вообще за такой короткий срок. Потому что, честно, я не спала, я просто грезила этой покупкой. Мне просто очень срочно нужна была машина для вот этих новых эмоций, потому что у меня в жизни до машины всё было абсолютно стабильно. То есть стабильно я получаю N-сумму в месяц, какую-то часть откладываю, какую-то часть я всегда трачу на кайфы, на какие-то. И у меня не было такой какой-то зажигающей меня изнутри цели. И вот я начала смотреть, подбирать машины, и я поняла, что вот этот огонёк внутри меня зажёгся. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, ради чего ему работать завтрашний день. Я хочу, чтобы каждый из вас нашёл для себя что-то такое, что будет зажигать даже в самые тёмные, в самые трудные, в самые сложные времена. Это может быть нематериальная вещь. Возможно, вы хотите стать известным, возможно, вы хотите раскрутить свой блог. Но вам нужно найти именно ту цель, которая будет у вас как путеводная звезда. И вот для меня в тот момент, а я такой человек, я люблю моментальные какие-то цели, которые можно исполнить за короткий промежуток достаточно времени. И поэтому я решила копить на машину. И тот инструмент, который мне помог больше всего, это то, что у меня есть конкретная экспертность, на которой я могу зарабатывать. Если вы сейчас новичок, и вы не знаете, с чего вам начать, с чего вам начать двигаться в онлайне, это первое — это приобрести какую-то одну чёткую экспертность. В моём случае это запуски блогеров, воронки, продюсирование. То есть я продюсер блогеров, я работаю за кадром, вот, и я, получается, помогаю блогеру запустить его онлайн-курс. Условно, есть блогер по фитнесу, я к нему прихожу, говорю, давай выручку пополам, а я тебе помогаю полностью провести продажи и полностью прогреть аудиторию к твоему будущему продукту. И вот что важно, если вы хотите заработать какую-то большую сумму, это первое — идти туда, где очень-очень страшно, где вы не знаете, что будет следующим шагом, но вы понимаете, что вы знаете, что нужно сделать в моменте для того, чтобы начать. И именно та ситуация, когда нам страшно, и при этом мы заинтересованы как-то, но при этом очень-очень страшно, она нас меняет до неузнаваемости. Нужно идти во что-то максимально новое для себя. И так я и начала зарабатывать на машину, я взяла новый, то есть у меня было два направления. Это запуск блогера, там был тоже новый курс, новая воронка, но в это я уже не буду углубляться, потому что это достаточно сложно, но ещё я взяла для себя новый чек на личную работу со мной и погнала ещё качать свой личный бренд. То есть это делать глубинный контент, который мне всегда было лень делать. Я здесь сняла серию роликов на YouTube, вы их можете просмотреть. Также я сделала кучу подкастов в Telegram, я сделала кучу прогревочных постов в Telegram, и чисто благодаря запуску такого мини в Telegram я закрыла пять мест на личную работу со мной. Это была, ну, одна треть примерно от стоимости машины, и остальное я закрыла запуском с блогером. И вот что мне тогда помогло — это реально идти в новое, не бояться этого нового, и использовать новые какие-то схемы, воронки и так далее. И что мне ещё помогло — не сдаться вот посередине где-то, не отпустить эту цель. Мне помогло то, что я, когда себе что-то обещаю, вот я условно обещаю себе выполнить эту цель, я всегда возвращаюсь в тот момент, когда я это себе пожелала. То есть я вспоминаю, как я себя чувствовала именно в тот момент, когда у меня загорелись глаза этой целью. И я себя спрашиваю, ради вот из-за этого, из-за вот этой какой-то мелкой неприятности, или из-за какого-то события, которое меня выбило, знаете, так из колеи, ради из-за этого я готова оставить тот путь, который я проделала? Ради из-за этого я готова оставить вот эту цель, которая меня так моментом зажгла? Нет, не готова, всё, тогда идём дальше. Очень важно, это то, что имеют вес всё, что вы когда-либо делали до. То есть то место, где вы находитесь сейчас в плане состояния своего, в плане материального положения, в плане окружения, в плане отношений, то место, где вы сейчас себя нашли, где вы оказались, это то, что вы выбрали когда-то. То есть наша жизнь — это в целом череда выборов. И когда вы в прошлом что-то выбрали, это привело вас туда, где вы есть сейчас. И чтобы изменить ту ситуацию, где вы оказались сейчас, вам нужно сделать много новых выборов. То есть прямо сегодня, вместо того, чтобы выбрать или стать рилсы в тупую, или в ТикТоке тупить, сделайте что-то полезное, изучите полезный бесплатный материал. У меня на канале просто 4-5 видео про запуски, про продюсирование, это как раз-таки то, что мне помогло заработать на машину. Ещё очень много других ресурсов за бесплатным материалом. Сделайте новый выбор, то есть создайте новую нейронную связь. Заметьте себя на прокрастинации, когда вы листаете рилсы, и скажите себе «Стоп, алло, разве мама, папа, парень меня сделают миллионершей через пару лет?» Нет. Кто меня сделает миллионершей, если я сейчас буду листать рилсы? Отдых — это, естественно, важно, но я обращаюсь к тем, кто весь день занимается фигмами, чем, при этом хочет иметь дворцы, замки, чё по кайфу, машины и так далее, и ничего при этом не делает. Я обращаюсь к вам, что только вы творцы своего будущего, никто без ваших действий ничего у вас не изменит, поверьте мне. И самое благостное, что есть вот на этом пути к большой цели, это то, что когда вы начинаете делать маленькие действия, вы начинаете благодарить себя, и вы начинаете себя, если честно, больше любить и лучше себя чувствовать. То есть когда вы начинаете что-то делать новое для себя, когда вы видите первые, даже маленькие, незначительные результаты, вы начинаете чувствовать себя лучше, потому что вы хотя бы что-то делаете, это вам придаёт ещё больше и больше энергии. Пока нет энергии, это значит, что вы просто ничего ещё не сделали из того, что вам нравится. Вот. И последнее, что я хочу сказать в завершении всего этого видоса, я не хочу, чтобы он был логин, я хочу просто вам, так сказать, дать чуть-чуть мотивации и рассказать вот в целом о своих, да, каких-то выводах на протяжении того, как я шла к этой цели. Последнее, что я хочу вам сказать, это решающим фактом в любом финансовом успехе, в любом стабильном доходе является именно окружение, вот именно то комьюнити, где вы находитесь сейчас. И что ещё важно, если вам не вкатывают те друзья, которые у вас сейчас есть, если вам не вкатывает окружение тот парень, который у вас есть, вообще всё равно кто это, лучше побудьте одни, сфокусируйтесь на своём детище, да, каком-то, на своей работе, на новом занятии, купите какой-нибудь курс, изучите что-то новое, пойдите в свой страх, да, то есть все внутренние трансформации, они происходят тогда, когда мы отсеиваем всё, что не нужно, отсеиваем ненужные мысли вот тут, отсеиваем вот тут ненужных людей. Когда мы это всё отсеяли, нам просто становится скучно, нам не о чем пострадать, да, нам не на чем сфокусироваться, то есть мы не фокусируемся уже на друзьях, на каких-то отношениях, на недомутках, и мы сфокусированы только тут. Когда вы сфокусированы тут, происходит настоящая магия, поэтому я всегда говорю, уходите оттуда, где вас не любят, уходите оттуда, где вам не нравится, увольняйтесь с работы, которая вам не нравится, начинайте новое дело, пока вы молоды, и у вас нет обязательств по типу ипотеки, ребёнка, мужа. Вот реально, делайте что по кайфу, уходите всегда, где вас не ценят, не ждут, уходите из осуждающего окружения, бросайте тех, кто вас не ценит, и тогда вы будете чисты головой, и тогда на то место, которое вы освободили, придёт что-то настолько новое, настолько крутое, настолько волшебное, что вы позже поймёте, зачем вам нужно было это оставить, если это просятся, чтобы вы его оставили. Ну, уже невозможно, да, терпеть вот этих подруг, которые вечно вас обсуждают, никуда с собой не берут, обсирают ваши занятия, оно молится, чтобы вы его оставили, но вы всё равно там, короче. Вот. Прикольная, да, кстати, такая мысль. Так вот, вы потом, когда вы это оставите, вы поймёте, для чего оно молилось, чтобы вы это оставили. Вот и всё. Вот, такое видео получилось, я не знаю, я его залью, я думаю, на YouTube, да? Мы же о YouTube говорили вначале. Если вам нравится такой формат, если вам нравится меня слушать, напишите, какие темы вы бы хотели ещё видеть, и я буду такие лайфовые лилсы. Уже лилсы сказала. Напишите вообще, какие темы вам нравятся, о чём вы бы хотели послушать от меня. Также приглашаю вас на остальные ролики, которые есть ниже, и также приглашаю вас в свой Инстаграм и в свой Телеграм-канал. Ну вот, ссылки также будут ниже. Всех целуем. Субтитры сделал DimaTorzok